МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. В эти минуты и началась торжественная церемония поднятия государственного флага. Традиционное событие каждый год дает старт праздничным мероприятиям в честь Дня столицы. Честь поднять государственный символ над этномемориальным комплексом Атамикен предоставлена президенту страны. Я напомню, флаг размещен в самом центре столицы. Это полотно размером 15 на 30 метров и весом 100 килограммов. Развиваться над мегаполисом флаг будет на высоте 111 метров. Ожидается, что сразу же после церемонии глава государства Касымжомар Токаев вручит погоны курсантам различных военных институтов и академий, отличникам учебы. Но в ближайшее время мы продолжим трансляцию. И вот завтра свой 21-й день рождения отметит столица. Указ о ее переносе был принят первым президентом Казахстана Ельбасе Нурсултаном Назарбаевым 6 мая 1998 года. Нурсултан по праву стал центром государственной, общественной и культурной жизни страны. Напомню, в марте этого года глава государства Касымжомар Токаев подписал указ о переименовании столицы из Астаны в Нурсултан. С новым названием город отмечает день рождения впервые. Череда праздничных мероприятий уже запущена. Это различные выступления, парады, шествия, ярмарки и праздничные концерты. Большая часть культурной программы бесплатная, поэтому весело провести свой досуг сможет каждый желающий. Подготовка ко дню рождения столицы уже завершена. На праздничном оформлении города в этом году сэкономили. Гости и жители Нурсултана не увидят множество поздравительных плакатов и тематических композиций. Тем не менее улицы, скверы и парки столицы привели пусть и не в торжественный, но в опрятный вид точно. Деревья аккуратно подстрижены, высажены цветы, выложена новая брусчатка. Также в этом году особенность озеленений – это посадка многолетних цветов. Если ежегодно высаживалось 1500 квадратных до этого времени, то только за этот период в текущем году высажено свыше 2000 квадратных многолетних цветов. Несмотря на режим экономии, гостям и жителям столицы в этом году будет на что посмотреть. В разных частях города организуют десятки мероприятий. Одно из самых интересных – фестиваль этнической музыки. Казахстанские и зарубежные исполнители в стиле этно-фолк проводят последние репетиции и прослушивания. В столице они исполнят свои самые лучшие произведения. В этом году собралось порядком около 26 стран, порядком около 18 коллективов разного плана. То есть мы постарались максимально охватить евразийский континент, но при этом захватили чуть-чуть еще и немножко Африки. То есть это все абсолютно разноплановые коллективы, но работающие, естественно, в жанре этно-волк-мюзик. Команда уже, как говорится, вся в сборе. И остались какие-то считанные часы уже до начала фестиваля. Для любителей зрелищных мероприятий в столице пройдет масштабный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». Для ценителей классической музыки – фестиваль духовых оркестров «Астана-Самала». А специально для почитателей живописи во Дворце мира и Согласия организуют выставку мировых художников «Астана-арт-шоу». Часть мероприятий на сегодняшний день продолжаются. И, значит, часть, они планируются, самые, скажем так, ударные, планируются на 5-6 июля. И если говорить вообще о мероприятиях, которые проходят в дни празднования столицы, их запланировано было у нас порядка 100 мероприятий, 80% из которых мероприятия, на которые могут люди прийти свободно. То есть это говорит о том, что наши мероприятия совершенно доступны. В день столицы 6 июля непобежденный казахстанский боксер Жанко Штураров проведет свой титульный бой с аргентинцем Маура Гадоем. Вечер профессионального бокса пройдет на Борис-арене. А на центральной площади столицы все желающие смогут последить за противостоянием участников международного фестиваля уличных танцев International Street Dance Session. Ежегодно мы собираем около 500-600 участников со всего Казахстана, и не только. Еще Россия, Киргизстан, Узбекистан приезжают к нам поучаствовать. Призовой фонд у нас больше 2 миллионов, и самый главный приз – это миллион тенге, за которые борются все эти участники. Завершит празднование Дня города национальный День Домбры. 7 июля на площади у монумента Казах Еле все желающие смогут присоединиться к исполнению легендарных казахских кюев. Там же будет расположен этно-аул, где продемонстрируют различные национальные инструменты. Начало в 12.00. Приходите, будет интересно. Даная Исатай, Ержан Рахманбергиев, Хабар, 24. Даная Исатай, Ержан Рахманбергиев, Хабар, 24. Воды и дарования изобразили великих личностей Великой Степи. Творческие работы представлены на одноименной экспозиции в библиотеке. Герой моей работы это Димаш Кудайбергиев. То есть я считаю, его один из легендарных людей в данный момент. Не только Казахстан, всего мира. То есть это такой человек, который тоже мог задеть мои какие-то внутренние, очень дорогие чувства. И это я тоже чувствую за счет его песни, когда он поет. Второй этап, итоги которого мы будем подводить уже в канун дня первого президента республики Казахстана в ноябре. Тема еще дальше развивается. Молодость Великой Степи. И если мы сейчас на первом этапе смотрели работы молодых мастеров от 18 до 35 лет, то второй этап уже не имеет возрастных ограничений. И по сути участники первого этапа, которые прошли с разным уровнем успеха и удачи через первый этап, это для них школа очень серьезная, они имеют право участвовать и во втором этапе. И к другим новостям выпуска. В Жамбулской области автомагистрали республиканского значения, которые еще не сдали в эксплуатацию после капитального ремонта, переделывают. Я напомню, в прошлых выпусках новостей уже поднималась проблема низкого качества дорог после реконструкции. Проведенный мониторинг подтвердил информацию. И вот теперь подрядные компании вынуждены проводить ремонтные работы повторно. Развитие темы в следующем материале. Автомагистрали Тарас Аса Ахколь Саудакент, а также Ахколь Ушарал Тогускент сегодня реконструируются повторно. Работу над ошибками компания-подрядчик делает после проведенного Национальным центром качества дорожных активов мониторинга. В итоге на двух объектах около 6 километров дорожного полотна не соответствует нормам. На 51-53 километрах трассы Ахколь Саудакент уже все недоработки устраняются. После выравнивания постелят новое дорожное покрытие. Эти работы подрядчики будут проводить на свои средства. Также на объекте Ушарал Тогускент тоже проводятся соответствующие мероприятия. Они на нашем контроле. Мы все работы проводим заново. Снимаем слой асфальта, завозим щебень, выравниваем, затем катком закатываем, потом заасфальтируем. На это все миллионов 20 уйдет. На качестве дорог, по мнению специалистов, сказываются и неблагоприятные погодные условия, а также большое количество грузового транспорта, который в основном передвигается по дорожным магистралям значительно перегруженным. При этом возникает резонный вопрос, кто же это должен контролировать. За этой информацией мы обратились в саму местную инспекцию транспортного контроля. Проводится ли мониторинг проходящих большегрузов и учитывается ли вес перевозимого груза? К сожалению, внятного ответа на эти вопросы мы не услышали. Наш специалист, который курирует эту сферу в отгулах, он будет только в понедельник. Начальник отдела тоже в краткосрочном отпуске. Национальному центру качества дорожных активов предстоит проверить до конца года еще 46 автомагистралей региона. В скором времени после ремонта будет сдан в эксплуатацию ряд дорог районного значения. Попадут ли они в ранг некачественных, покажет время. В этом году в Атырауе и пригородных поселках асфальтируют 97 улиц, проложив 102 километра дорожного полотна. При этом часть наиболее проблемных дорог расширят. Таким образом, в городе продолжится дорожное строительство, начатое в прошлом году. Тогда из-за недобросовестности подрядных компаний выполнить все намеченные работы не удалось. А в этом же году строительство доверили новым подрядчикам. От вокзала до аэропорта 10 километров. Покрытие, казалось бы, неплохое. Но проехать по этому направлению многие годы было проблематично. Проспект узкий и с таким потоком машин просто не справлялся. Весь проспект будет расширяться минимум на 10, максимум на 15 метров. Частично он будет четырехполосный, а на наиболее загруженных участках шестиполосный. Толщина асфальта 30 сантиметров. 97 улиц в городе и пригородных поселках ждет полная реконструкция. Асфальт будет уложен больше, чем на 100 километров. Работы ведутся по новым технологиям, гарантирующим качество дорожного покрытия. На всех улицах предусмотрено строительство тротуаров. На части появятся дорожки для велосипедистов. Новые, в том числе и теплые остановки для пассажиров общественного транспорта. Параллельно ведется установка опор освещения. Фонари будут светодиодными, энергосберегающими. На дорожное строительство из местного бюджета выделено 49 миллиардов тенге. Идет полным ходом работа и на республиканских трассах. Весной началось строительство первого участка дороги, связывающей Атырау с Астрахани. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Жандос Рахметуллин. Атырау. Хабар 24. Хочешь изменить мир? Начни с себя. В Североказахстанской области школьник взял в руки лопату и вышел ремонтировать сельскую улицу. Десятилетний Саша Смирнов из Новоукраинки неожиданно для себя стал звездой интернета. А его поступки узнали далеко за пределами родного села. Впрочем, долго подсыпать ямы мальчику не пришлось. Спустя некоторое время в поселок прибыла специальная техника. А вот юного дорожника даже поощрили. Репортаж Нургуль Ахметовой. Новоукраинка – это бывший шахтерский поселок. Когда-то он был довольно большой. Сейчас здесь чуть больше 300 дворов. Через окраину села проходит улица районного значения. Хорошего ремонта она не видела несколько десятилетий. Все это время здесь просто латали ямы. На этой улице живет Саша Смирнов. Обычный сельский мальчишка, который прославился в социальных сетях тем, что взял в руки лопату и вышел ремонтировать дорогу. Вот это видео. Своим поступком школьник тогда многих удивил и порадовал. Какой-то трактор остановился и высыпал щебень. Потом он уехал, а никто их не разравнивал. А потом я в один момент решил закидывать. Взял лопату и начал кидать. Когда машины ехали, они мне показывали вот так. Молодец. Сегодня Саша неспроста в новенькой рубашке. В его родное село приехала целая делегация из районного Кемата, чтобы объявить жителям. Дорогу отремонтируют. Во сколько обойдется ремонт дороги между селами Саумалкольного, Украинка и Каратал, здешние Аксакалы знают, но говорят шепотом. По сельским меркам сумма огромная, больше миллиарда тенге. Так что начало работ для местных – это настоящий праздник. Чтобы дорога была отличной, счастливой, хорошей дорогой была. Сына писали? Ага. Два раза писал. Два раза. У вас документы у меня. О чем писали? Насчет дороги. Ремонтировать надо. Уже 3-4 год. Без дороги остались. Поэтому вот я сегодня доволен. Доволен. Пойду, народу скажу. Идет работа. Вот смотри, видел? Зайчик. Вот черепаха. Видел? Зайчик – это быстро, черепаха – это медленно. Тем временем Саша вместе с братишкой Колей не упустили возможности проехать на дорожной технике и посмотреть изнутри на работу строителей. А подрядчики поощрили детвору за предприимчивость и неравнодушие. Вот тебе планшет, чтобы игрался. Самое главное – школу закончишь. После школы приходи к нам, устроим на работу. Если тебе, конечно, это понравится. Впрочем, сам Саша сначала и не понял, откуда к нему столько внимания. Он даже не подозревал, что стал героем интернет-ролика. И пока это видео распространялось репост за репостом, обычный мальчишка ямка за ямкой просто делал свою улицу лучше. Нургуль Ахметова, Тулиген Иманов, Хабар-24, Североказахстанская область. Мы продолжаем следить за ситуацией в столичном аэропорту. Пассажиры рейса «Нур-Султан-Анталия» уже 10 часов не могут вылететь в пункт назначения. Людям предоставили горячее питание, напитки. Ну а для более уже комфортного ожидания предложили проживание в отеле. Отметим, что вылет в Анталию ожидает свыше двух сотен человек. Вылет откладывали несколько раз. Вот теперь уже запланирован он на 15.30 по времени Нур-Султана. И вот что нам сообщают по телефону представитель компании. Вылет рейса «Нур-Султан-Анталия» задержан. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Авиакомпании было принято решение о замене воздушного судна. Пассажирам предоставлено горячее питание и напитки. Для более комфортного ожидания всем пассажирам предоставлено проживание в отеле. Вылет запланирован на 15.30 по времени Нур-Султана. Неудачный тендер стал причиной распуска почти трехсот сотрудников коммунального предприятия «Вактау». Специалисты, занимающиеся уборкой и озеленением территории областного центра, придя на работу, узнали вдруг, что пополнили ряды безработных граждан. И вот как выяснилось, причина проста. Тендер выиграла другая компания. Ситуацию разбиралась наш корреспондент Тамара Степанова. У офиса коммунального предприятия, образно говоря, оранжевая революция. Люди в ярких жилетах возмущены. Утром они остались без работы. Никаких предупреждений, ничего не было. И вообще мы не слышали, вот только с утра слышали, вот пришли сюда. Почему ничего не говорили, ничего, удомления ничего нет. У всех кредит из семья. Даже нам пенсию уже год остался. Мы куда пойдем? Где нас на работу берет? Что это нельзя так прекращать? Вот женщины тоже не хочут уходить без них. Мы им все водовозим, все зимой как будем. Зимой мы работали вот снегами. Вот весь город мы обеспечивали. Почему закрывают это? К роспуску рабочих привел проигранный тендер. Он достался компании конкуренту, которая будет теперь заниматься содержанием автомобильных дорог за 300 миллионов тенге до конца года. В итоге лишь 70 человек остаются в штате предприятия. Чтобы добиться справедливости, люди обратились к Акиму города. Он встретился с сотрудниками и руководством. Сейчас повсюду конкурентная среда. Участвуя в тендере на содержание автомобильных дорог, это коммунальное предприятие проиграло, а другая компания выиграла. Сейчас мы провели переговоры и пришли к соглашению. В рамках закона это все. Мы сейчас будем договариваться с той компанией, которую выиграли. До сегодняшнего дня у нас работали 297 человек. Сейчас остается только гараж. Остальные все полностью переходят. 220 человек переходят в компанию. По словам руководителя коммунальной службы, с новой компанией также есть договоренность об оказании транспортных услуг, в которых задействуют и водителей. Вообще я бывший сотрудник этой организации. Я эту работу знаю изнутри. Я здесь около 8 лет работал. Так что всех этих людей, всех сотрудников я правительски знаю. Если они придут, я готов всех принять на работу. И зарплаты у них сохранятся и все. Меньше не будет это однозначно. В любом случае соблюдаются все те условия, которые должны быть. К нам переходят, мы их официально оформляем, как положено. Руководитель новой компании обнадежил. Сохранится заработная плата, а также социальная составляющая. Пенсионные, отпускные и больничные выплаты. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангостауская область, Хабар, 24. Состязание Кьющи, прошедшее в Талдыкургане, вошло в Отечественную книгу рекордов. Конкурс Думбара Дала Даосы длился в течение суток. В нем участвуют 100 исполнителей. Прозвучало свыше 500 произведений. В итоге рекорд официально установил руководитель департамента регистрации рекордов республики Бакаджан Тастулеков. Он подтвердил, что в истории страны подобного состязания еще не было. Свидетельством этому стал соответствующий сертификат. Вместе с тем известные Кьющи также были отмечены дипломами и ценными подарками. В Ак-Тубе приехали поклонники Димаша Худайбергена. Родной город своего кумира посетили представители 16 государств, в том числе и США, Великобритании, Франции, Малайзии. Ценителям творчества Димаша Худайбергена показали достопримечательности Ак-Тубе. И, кроме того, они посетили школу и музыкальный колледж, в которых учился певец. Особым сюрпризом для фанатов стало исполнение любимых композиций с педагогом Димаша по вокалу, заслуженным деятелем искусств Маратом Айтимовым. Поклонники известного певца говорят, что готовы преодолевать тысячи километров, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой Казахстана. А вот некоторые даже готовы остаться, жить на родине исполнителя. На этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи.